Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Посылка из Китая. Меня зовут Алексей. И сегодня я бы хотел показать вам настольную лампу Xiaomi E-Lite с аккумуляторной батареей внутри. Погнали! Думаю, большинство из нас любит товары Xiaomi в первую очередь за их качество, а точнее за хорошее отношение цена-качество. То есть при умеренной цене мы всегда можем рассчитывать на хорошее качество продукции этого производителя из Китая, в отличие от других китайских производителей. Вот у меня уже, например, есть фонарики Xiaomi, есть браслеты Xiaomi Mi Band. И сегодня я представляю вам обзор вот этой лампы. Это настольная лампа Xiaomi E-Lite модель ELTD-02YL. Это обычная настольная лампа, не умная, то есть в ней нет Wi-Fi, нет Bluetooth, других протоколов. Но, тем не менее, она стильно выглядит и стоит не очень дорого. Я думаю, она может украшить любой интерьер, там на работе или дома за письменным столом. Давайте я покажу, в какой коробке и как она ко мне пришла. Распакуемся. То есть я уже сейчас снял распаковку, сейчас просто покажу вам. И уже дальше сделаю детальный обзор. Эту лампу я купил на китайском сайте Taobao. Я пользовался посредником, который называется U-Buy. Ссылку оставлю в описании. И, в принципе, все прошло достаточно ровно, без всяких проблем. С момента заказа лампы на Taobao до момента ее получения на почте прошло 19 дней. Считаю, что, в принципе, неплохо для обычной чая на пост, плюс еще с учетом посредника. Вот такую коробку мне вручили на почте. Подавец в декларации указал, что это подарок, GIFS. То есть почему-то даже два раза указал. Вес этой коробки составил 1433 грамма. И внутри она была отлично упакована. Наружная коробка перемотанная скотчем. И внутри нее коробка уже с лампой в пупырке. Причем пупырка очень крутая и очень качественная. Вот так выглядит сама коробка с лампой. И на задней стороне обозначены ее технические характеристики. Стоит отметить, что в такой коробке могут поставляться две модели этой лампы. Wild D01 и Wild D02. Отличие этих моделей только в наличии аккумулятора на 2000 мАч у модели 02. У меня как раз модель 02, о чем на коробке стоит соответствующая галочка. Итак, давайте откроем саму коробку с лампой. Внутри ее находится специальный картонный разделитель, который предотвращает болтанку лампы во время пересылки. Лампа весит 363 грамма, тогда как ее безаккумуляторный собрат весит на 60 грамм меньше. В комплекте также имеется кабель microUSB длиной 1 метр. Кабель такой среднего качества, но в принципе пойдет. Функционально лампа состоит из трех частей. Платформа, ножка и плафон. Платформа диаметром 15 см и толщиной 14 мм. На верхней плоскости платформы находятся три кнопки. Кнопка включения, кнопка выбора яркости свечения и кнопка выбора цветовой температуры. Кнопки сенсорные отлично реагируют на прикосновения. В кнопке включения есть красный светодиод, который гонит во время зарядки. Тогда, когда аккумулятор полностью заряжен, светодиод гаснет. С заднего торца имеется разъем microUSB. Снизу толстая металлическая пластина в основании лампы, которая придает ей устойчивости. На этой пластине имеются пять ножек из мягкого противоскользящего материала. И под этими ножками, кстати, скрываются винты, которые держат эту пластину. И внизу наклейка с характеристиками лампы. Под ней, кстати, тоже есть два винта. А также переключатель ON-OFF. При положении переключателя в OFF лампа реагирует на кнопки, только будучи подключены к питанию. При положении переключателя в ON лампу можно включить и от аккумулятора. Это сделано для того, чтобы лампа случайно не включилась во время транспортировки. Возможно, от каких-то помех. Но у меня ложных срабатываний пока не было. Зная свою криворукость, которая проявилась при разборке плафона, решено было не раскручивать платформу, так как удалось нагуглить фотографии ее внутренности в интернете. Судя по фото, все выполнено качественно. Аккум плоский и нестандартный. Но места в лампе много. Так что, если вдруг кто-то надумает добавить в нее умные функции, при помощи, например, ESP8266, то есть место, где ее разместить. Следующая часть, эта ножка, состоит из жесткой части длиной 19 см и гибкой части длиной 25 см. Гибкая часть отлично гнется в любых направлениях и очень приятная на ощупь. Что-то типа резины и вообще внушает чувство надежности. И последняя часть, плафон. Он длиной 14 см, рассеиватель, крепится на защелках и его можно при желании аккуратно снять. Я пока его разбирал, поломал лопатку для поддевания и чутка его поцарапал. Поэтому и передумал разбирать саму платформу. Так что сидит он достаточно плотно. Имеет по бокам защелки и рассеивающие элементы по всей поверхности. Внутри находится печатная плата и 60 светодиодов, то есть 30 плюс 30, разной цветовой температуры. Все выполнено достаточно качественно и к плате идут 4 провода, то есть плюс-минус на холодные стадиоды и плюс-минус на теплые стадиоды. Интенсивность свечения теплых и холодных диодов комбинируется, тем самым меняя результирующий цвет света. Плафон в работе выглядит вот так. Во время заряда лампа потребляет ток примерно 0,67 А. Стоит отметить, что лампа имеет память режима работы и включается именно в том режиме яркости и цвета, в котором она была выключена. Также стоит отметить, что включение лампы происходит плавно, что очень приятно глазу и сразу создает какое-то ощущение качественной вещи. В дно выключается лампа, тем не менее резко. Я зафиксировал баланс белого и экспозицию на камере и снял все режимы работы. Выбор яркости имеет 5 градаций, переключается последовательным нажатием центральной кнопки. Последовательность переключения с минимальной яркости до максимальной и обратно до минимальной. То есть скачков яркости с максимальной сразу до минимальной яркости нет. Теперь давайте посмотрим 9 режимов цветности. Баланс белого на камере выставлен примерно на 4000 кельвинов, экспозиция зафиксирована. И давайте вот я щелкаю все 9 режимов работы. Кстати, при работе с подключенным кабелем питания яркость лампы возрастает. Видимо, это подразумевалось в надписи на коробке про 3 Вт и 5 Вт. Давайте посмотрим потребление тока лампы при работе от внешнего питания. Такое чувство, что при подключении лампы к microUSB и ее включении, она перестает заряжаться и переходит просто на питание от внешнего источника. Вот я перебираю все 5 режимов яркости и можно видеть, как меняется потребляемый ток. От минимального 0,44 А до максимального 0,99 А. То есть на максимальной яркости лампа примерно потребляет 1 А. Это напомню еще раз при подключении от внешнего источника питания. При работе от встроенного аккумулятора максимальная яркость меньше и, соответственно, ток потребляемой лампы меньше. Видимо, поэтому лампа может проработать 3 часа на максимальной яркости от встроенного аккумулятора. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Вот такая прикольная лампа была сегодня у меня на отзоре. Да, в ней нет блютуса, нет Wi-Fi и такая она неумная вроде как. Но, в принципе, зато она и стоит недорого и выглядит достаточно стильно. И украсит любой офис или дом, например. В китайских интернет-магазинах эту лампу можно найти примерно долларов за 27 с достаткой в Россию. А ее собрата без батареи, я думаю, долларов за 22-21 доллар примерно. Все ссылки я оставлю также внизу в описании под видео. Пройдите, пощелкайте и посмотрите просто где дешевле в данный момент она продается. Лампа достаточно красивая, стильная и не очень дорогая. Также стоит отметить, что у нее отличный мягкий свет. То есть, вот я двигаю рукой, ничего не мерцает. То есть, глаза не устают и под ней будет комфортно читать. Ну и вообще комфортно будет ей пользоваться. На этом все. Если обзор вам понравился, то обязательно ставьте лайки. Внизу подписывайтесь на канал. Кликайте колокольчик и шарьте видос с друзьями. Желаю вам всего хорошего, удачи и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.